Ветер в самом западном регионе страны начал усиливаться накануне вечером. Первый удар шторма принял на себя Калининград. И тут же стали поступать сообщения о сломанных деревьях, оборванных линиях электропередачи и поврежденных крышах домов. Сейчас порывы в Калининграде не превышают 17 мс. Впрочем, в условиях городской застройки это все равно довольно опасное значение. Усиление ветра вызваны перепадами атмосферного давления, пояснил ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Утром стихия добралась и до северной столицы. Еще ночью в Санкт-Петербурге была перекрыта дамба в Финском заливе из-за нагонной волны, уровень водоема стал повышаться. Максимальные порывы метеостанции фиксируют в Кронштадте до 22 мс. И в городе тоже вовсю уже валятся деревья. Причина разгула стихии атлантический циклон Хендрик. В его тылу смещается холодный фронт. К тому же вихрь столкнулся с антициклоном над юго-востоком Европы, и между этими гигантами сформировался существенный перепад давления более 35 мм РТ-столба. Разумеется, в зоне столкновения этих барических образований усиливается ветер. Сегодня штормовая зона охватит большую часть Восточной Европы. Самые сильные порывы прогнозируются в акватории Финского залива, где воздушные потоки могут разгоняться до почти ураганных 25-30 мс. В Санкт-Петербурге порывы свыше 20 мс будут сохраняться до конца сегодняшних суток. В городе отмечаются небольшие осадки. Но в течение дня они усилятся. А на пик ливень выйдет в начале субботы. В Москву шторм нагрянет уже в ближайшие часы. Максимальных значений скорости ветер достигнет около 15 часов, ожидаются порывы до 19 мс. Для мегаполиса это опасный показатель, ведь в условиях городской застройки может сработать эффект аэродинамической трубы. К вечеру стихия начнет ослабевать, хотя и в субботу все еще будет ветрено до 13 мс. Температурный фон сегодня аномальный в самом лучшем смысле слова. Последние два дня на русской равнине властвовал теплый воздух атлантического происхождения, благодаря чему погода в регионе будет скорее сентябрьской, нежели октябрьской, плюс 9. 14 в центральных областях России, в Черноземье 14, 19 тепла и чуть выше плюс 20 на юге нашей страны. Уже сегодня температура начнет понижаться. Минувшей ночью в Москве было плюс 12, днем ожидается всего плюс 10, а к завтрашнему утру похолодает до плюс 5. Это связано с тем, что Хендрик несет в нашу страну очень холодные воздушные массы из Арктики. Но даже непохолодание будет самым неприятным следствием этого процесса. Дело в том, на пике распространения теплого воздуха в центральных областях России резко упало давление. Сейчас регион находится на самом барическом дне – 730 мм РТТС. Но холодный воздух более тяжелый. Так что его вторжение приведет к быстрому подъему показателей барометров. В среднем давление будет повышаться на 10 единиц каждый день. Так что вдобавок к осадкам, холоду и ветру россиян ждет еще и такая головная боль. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова